МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТУРИСТИЧНАЯ ЖАМЧУЖИНА У Браслове обмерковали концепцию первоутворения города до 2019 года, коли райцентр станет столицей областных дожинок. Герои спорту у Витебским областным виконавчим комитете ушановили удельников 23-х зимовых олимпийских гульняв и 12-х зимовых паралимпийских гульняв у Пауночной Кореи. Сто спортсменов в Беларуси, России, Украины и Узбекистана. Витебск принимает славянский кубок, турнир по жимовым двухборги. В эфире новины Витебской области у студии Вольха Шмархун. Витаю вас! Аграры в области завершают сяубу Сбожжевых. Яравы Клинур, ее не селета один из самых великих у Беларуси. Больше за 200 тысяч гектаров. Еще день-два и аграры завершат сяубу Лену. Застается меньше за 5% от плану. Идя сяуба кукурузы, засеяна каля 4-й площадь от доведенного задания. Усе районы проступили до посадки бульбы. Гэтая работа проведена на 3-й площадь. Больше за полову от плана засеяна Гароднины. Вядутся работы по догляду и подкормцы. Химичная прополка зимых сбожжевых и ярового рапсу. Темпы работ опередживают в минулогодние больше, чем у полтора раза. Все лето у аграры у полночных регион Украины есть все необходимое, как завершить в осенние полевые работы у оптимальные термины. У Браславе обмерковали концепцию первоутворения города. Представники областной улады, совета депутатов и мясцовых органов кирования ознайомились с проектными решениями по доброму парадкованию города. Уличивающую географичное размещение Браслава, знакомитого своими озерами и соседством с мяжой, стоит задача зарабить его сопраудной туристичной жамчужиной. Основные работы планыться завершить до 2019 года, когда Браслав станет столицей областных дожинок. Виктор Пралич, протягни. У Витебской области до свято-працовников везки дожинки принято рыхтоваться загадя, как провести работы якосно и покинуть же храм дожиночной столицы добрую память об святе. Городы, которые будут принимать фестиваль, расписаны до 2020 года. Все лето столицы станет Верхнадзвинск, а в наступном годе Браслав у гэтым райцентра масштабные змены пошнутся с прибережной полосы, як и належить саправдному курорту. Проектировщики пропонуют тут створить концертную пляцовку. Зона, которая уже предназначена чисто для отдыха населения и проведения мероприятия, которое называется «Дожинки-2019». Это площадка для установки места сидений для проведения торжественного мероприятия, места для размещения сцены. И вот эта вот брусчатка, вдоль ее мы располагаем карманы, где можно развернуть торговлю, как это обычно делается на таких мероприятиях. И здесь же можно проложить коммуникации, сети для постоянного подключения во время проведения любых мероприятий на этой территории. Пляцовка для караванеров, волейбольная пляцовка и футбольное поле, велодорожки, пирсы, плывучие домики. Замахнулись и на довольно великую площадку, а для пытания упираются, як у финансования, так и мэта згодность. Это вы сегодняшнюю экономическую ситуацию, вообще жизненный опыт и востребованность Брасла. Я бы хотел, в первую очередь, остановиться, но более качественно отсутствующего кафе, ну и максимум, вот до этих кустов, максимум, вот так. Все, дальше пока, ну это фантазия. Набыть конкретные рисы у будущего проекта час сьёстер. Шиня Витебска Габлова Кэнкэма Миколай Шарснёв отзначу, что Брасло повинен стать притягальным для гостей-туристов городом, причём не только подчас дожины к 2019 вырешено створить организационный штаб, який будет тримать под контролем подрыхтовку города до фестивалю. И очень важно, что эта работа начинается в год, который президентом страны объявлен годом Малой Родины. Сделать нужно будет очень многое. И поэтому убеждена, что каждый брасловчанин проникнется красотой, неповторимостью, гордостью, патриотизмом каждого уголочка брасловщины и будет стараться сделать всё возможное по его качественному преобразованию. Сегодня обсуждается вопрос именно благоустройства озера прибрежной зоны, береговой линии, создание площадок для активного отдыха взрослых людей, жителей, детей. То есть то, что интересно, то, чего не хватает брасловщины. Перед мясцовой уладой сейчас стоит задача визначитаться застатними объектами, которые будут включены в программу модернизации и реконструкции. Как правило, это жилфонд и культурно-спортивные будинки. И хоть гроши выделят из областного бюджета, но и мясцовым уладам нужно искать инвесторов. Бизнес-климат на курорте нужно создать с прияльной. Виктор Прайчу, Станислав Дудзин, Новинный Браслов. Протягиваем выпуск. У Витебским областным выконаучим комитете ушановили удельников 23-х зимовых олимпийских гульняв и 12-х зимовых паралимпийских гульняв у полночно-корейским Пхёнчхане. Долго не могли собраться, а жадань не было. Хочется вас обнять и расцеловать. Такими словами, почал размову со спортсменами кераунник в области Миколай Шарснёв. Он подкреслил, что атлеты по ночного региону принесли шмат медалёв у скарбонку сборной Беларуси и займают почестное место сярод айчинных олимпийцев. Гоноровые грамоты, падяки и кветки отрымали усе удельники сустречи. А олимпийские чемпионцы у биатлонной эстафете Ирине Крылко яща вручили и диплом лаурата «Человек года Витебщины-2017». А пасля за кубочком горбаты спортсмены и чиновники повялись чирую размову об проблемах, які існують у нашім спорте. Гэта і недостаткове фінансавання, адсутність конкуренції, патрымка молодых трэнерів і їх выхаванців. Миколай Шарснёв пообіцав эффективно рашаць узнятые пытання. Ви навіть не представляєте, наскільки ви сделали приємно і хороо для всіх жителів Витебщини. Ви приподняли статус Витебщини. Можна так сказати. Так что спасибо вам огромнейшее. Многих мы не знали. Теперь будем знать более серьезно. Будем, наверное, решать вопросы ваши более эффективно. Надеюсь, что нас услышали. Всегда приятно, когда спрашивают, тем более, когда тебя слышат. И интересно, как бы именно интересуются твоим мнением. Это всегда приятно. Конечно же, нужно помогать детским, юношеским школам, потому что именно там закладывается вся основа для дальнейшей деятельности спортсмена. То есть это любовь к спорту прививается. И развиваются такие качества, как целеустремленность, умение достигать тех целей, которые ставятся. И, конечно же, самодисциплина. И это все закладывается именно в детской юношеской школе. Зараз наши олимпийцы и паралимпийцы отримали час на отпочинок и узнавление сил. Але в Жохутке их чекают новые сборы, тренировки и споборництвы. В субботу в Витебске на арене Центрального спортивного комплекса пройдет другой турнир по жимовым двухборье Славянский кубок. Об этом журналистам на пресс-конференции поведены у старшиня Республиканской Федерации Виталь Селязнев. В отразведении от первых стартов, которые ладилися в агрогородку Новка, все это турнир значительно поширил географию краин-удельниц. На помост в областном центре выйдут больше 100 спортсменов с Беларуси, России, Украины и Узбекистана. Борис Бабуде истей, як у особистым, так и у командным в заликах сярод мужчин и женщин. Плануется, что у одной из ваговых категорий выступить и старшиня областного выканавчого комитета, майстер спорту Миколай Шарснев. Нагадаем, что его особистый рекорд складает 170 килограммов. Так само гоноровым гостем и непосредно удельником турниру станет олимпийский чемпион Андрей Арамнов. Кубок Славянский проходит уже во второй раз. Он становится доброй ежегодной традицией. Участвуют спортсмены из России, Беларуси, в этот раз из Узбекистана, Украины. Также принимает участие председатель областполкома Николай Николаевич Шерснев и многие элитные спортсмены как России, так и Беларуси. Также у нас вчера подтвердил свое участие олимпийский чемпион Андрей Арамнов, который будет в качестве почетного гостя и также примет участие в турнире. Урочистое открытие турнира в зале Витебского центрального спортивного комплекса призначено на полову девятой. У девять годин – початок с поборництву. А зараз вернемся до головной подеяты дня Дня Перамоги. Витебск с устры у 9 мая. Для помника воинам-возволителям, партизанам и подпольщикам на площади Перамоги ускладали вянки до вечного огню. Ладзюся митинг. Урочистым маршем пройшли воинские подразделения. Телерадио-компания Витебск вела про мою трансляцию церемонии, а у центра падей были наши корреспонденты. Для монумента воинам-возволителям, Витебляне и гости города почали сбираться с самой ранницей. Люди шли на площу целыми семьями с маленькими детьми и паусюль гучали головные слова «С Днем Перамоги». Это очень большой праздник для нас, всегда особая атмосфера. У нас в семье воевало два дедушки, прадед, и дети знают эти истории с самого детства. Это очень такой трогательный день. У нас есть семейная традиция путешествовать по разным городам. На 9 мая поздравлять ветеранов. Головные герои свята – ветераны и удельники войны, командиры и простые солдаты. Я не вельми ускваляваны. 9 мая 1945-го памятують, як учора. Успоминають, деляться и говорить про тое, якими жадают бачить сегодняшних оборонцов Айчыны. Чтобы они каждый день познавали себя и окружающий мир, усваивали жизненные секреты, жизненные важные вопросы. И тогда бы наша страна была крепче, могущественнее, и радостнее. Проживают на территории нашей любимой Витебской области 1184 ветерана Великой Отечественной войны. Из них 548 участников войны. К сожалению, май встречает все меньше и меньше этой категории людей. Но государство каждый день заботится о них, оказывает материальную помощь. К каждому из полкоме приведены приемы, приведено обследование социально-бытовых условий ветеранов. Поздравили их, принимали волонтеры участие, молодежь нашей области, союз офицеров, профсоюзы. Вянки и кветки до монумента у гонор советских войн у партизан и подпольщиков от керовництва города в области, процедунику громадскости, у дельников войны и гоноровых гостей. Старшиня был выконкам Амиколай Шарснеу лечить своим обовязкам особисто повиншовать и пожать руку кожному ветерану. Мы горды тем, что весомый клад победу над фашизмом внесли уроженцы Витебщины. Более 120 тысяч ее сыновей и дочерей воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Свыше 100 тысяч человек в 60 партизанских отрядах и соединениях, в группах самообороны и ополчения, в военно-комсомольском подполье. Родина высоко оценила вклад предвинцев в общую победу. Подвиги 127 наших земляков отмечены званием Героя Советского Союза. По площади перемоги проходят парадные разлики войска у Витебского гарнизона, подразделения внутренних войска у ротовники, кадеты и процтовники Центра геройко-патриотичного выхования «Пошук». Яны клопотятся про живых и шануют память загинувших. Официально считается, что в годы войны здесь захоронили порядка 340 тысяч погибших. Но мы все больше убеждаемся, что их гораздо больше, где-то раза в два. И поэтому очень много братских могил нигде не числится. И мы делаем все, чтобы увековечить каждого по именно. У рамках республиканской акции «Беларусь памятая» по площади перемоги прошли школьники и жихары областного центра с партретами героев-вызвалителям. А молодь подрактовала для ветерану танец «Перамоги». Ясчай один подарунок – тягник памяти, який напереда дни 9 мая накераваўся з Витебска ў Брэст. Марафон собрал более 300 участников. В ходе марафона были проведены митинги в Витебске, в Орше. Организован конкурс патриотической песни, оформление кубрика «Историческая викторина». По прибытию в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» был организован митинг с возложением венков и также организованы экскурсии по данному мемориальному комплексу. Сегодня унуки и праунуки-пераможцу бачать мирное небо, займаюцца спортом и заваёвываюць узнагороды. Павеншаваць ветерану на площу перамоги прайшоў галунный трэнер футбольного клуба «Витебск» Сергей Ясинский. Я рад, што память нашого народа не забывает это трагическое время и не забывает тех людей, которые сегодня нам обеспечили мирное будущее. Огромное им спасибо и вечная им память. Пока мы будем живы, мы их не будем забывать. У 73-й раз Витебск адзначуў день перамоги. Свята, якой объяднала не одно покалэння. С кожным годом святка ў тых далёких военных падзей застаецца ўсё менш. И тым каштуў ней кожный ветеран и удзельник вайны. Артур Смоляков, Ольга Шмаргун и Сергей Котаў на ВИНЫ «Витебск». На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вами развитваюся. Усяго добрыха. До сустрэчы. Ублэжэйшэээ суткіў в областье будзе невялікая воблачнасць. Без апаткаў. Ветер ў сходній чвэрці, нотчу слабы, днём 4,9 метра ў секунду. Температура паветра нотчу плюс 4,9. Месцамі плюс 2,3. Днём ад 18 до 23 градусаў цяпла. У Витебску невялікая воблачнасць без апаткаў. Температура паветра ў ночы плюс 4,6. Днём 18-20 градусаў вышэй за нуль.